I have ways of blowing things up. Нет в наличии растущий спрос на костюмы астронавтов. Растущий спрос на костюмы астронавтов. Это офигеть какая интересная новость. Окей, окей, окей. Я, кажется, зачем-то начинаю догадываться. Первая волна заявлений на визу в Европу прошла неудачно из-за отсутствия подписи в паспортах. С чего бы. Начинаем день. Здесь перебой с электричеством не сильно повлияет на машину. Все на это надеются. Тут у нас ничего нового нету. Леонора авеню ремонтирует торговку. Джорджи. Сонный дальнобойщик устроил аварию на 4-й авеню. Никто не пострадал, но нанесен огромный урон имуществу. Поищите объездной путь. Тут фоточка. Прикольно, Рэйчел. У нас не выглядишь, как обычно. Интересно, как у всех дела. Спроси, как дела и тебе ответят. Лукас. Ничего не бывает без причины. Или это бред полный? Не знаю, не знаю. Так. Домой. Вот это вот айфоновская сраная система с одной центральной кнопкой. Я ее просто ненавижу. Почему вы это сделали? Ладно. Насчет вечерней молвы. У нас Дьявол и Вечность. Вот мы читали. Теперь клубничные волосы. Повесь мое сердце на запястье. Носи его на виду, чтобы всегда и везде учувствовать его удары. Разблокируем мой телефон. Кончиками пальцев оставь свои отпечатки на моих. Выключи меня, отгороди от всего мира. Только мы вдвоем. Напомни мне, дважды нажать на Enter, чтобы добавить в стих воздуха. Пространство для нашего танца между моими словами. Нам ни к чему банальный зал, чтобы соприкоснуться телами. Ты говорила, моя кухня достаточно большая, чтобы ее заполнил Бетховен. Свои пьесы к Элизе. Мелодии для леди Терезы, чтобы Тереза играла его чувствами. С простой красотой. Как у твоей сорочки, развивающейся в танце. Как у твоей грустной улыбки, пока мы касаемся друг друга. Как мы невинны. Оставь стеклянные туфельки себе. В нашей истории феи крестной нет. Не обязательно убегать в полночь. Мы станцуем босиком на моей кухне или на траве в парке твоего детства. Как под Эда Ширана. Блин, ненавижу этого чувака. Наша собственная Perfect. Мы отдохнем на лавке в парке. Когда ты устанешь. Положи голову мне на колени. И я проведу пальцами по твоим волосам. И они запахнут клубникой. Коснусь розовой щеки. Напишу твое прозвище. Клубничные волосы. Только если ты не против. Если что, мне хватит и клубничного вкуса в воспоминаниях. Я буду держать его в кармане. Так что если ты уйдешь, я знаю какую куртку перестану носить, чтобы и дальше наслаждаться клубникой. Но давай не будем об этом. Что бы ни произошло, сейчас ты моя клубника. Единственная гонка, в которой я не прочь проиграть. Сейчас ты мое убежище. Обещаю. Я твое убежище навеки. Я уже говорил это другим. Так что оно пустая лачуга. Но ты можешь остаться там, если захочешь. Можешь остаться. Ключ у тебя уже есть. Он всегда у тебя был. Если там тебе хорошо. Если тебе хорошо со мной. Оставайся там до старости. Если ты решишься. Я построю причал, чтобы ты приплыла и пришвартовалась там с маяком. Чтобы осветить тебе путь, если захочешь снова сняться с якоря. Хотя, надеюсь, девочка с клубничными волосами, надеюсь, ты уже наплавалась. И, наконец, готова остепениться. Во-первых, я уверен, что в оригинале это звучало бы лучше. Во-вторых, ну тут такое количество символизма и метафор, что прям вот ложкой можно хавать. Мне, наверное, не очень понравилось из-за кривого перевода. Я уверен, что если прочитать это в оригинале, то прям будет хорошо. Но пока что так себе. Поехали дальше. Следующее. Счастье, как чашка кофе. Привет. Не знаю, поможет ли это. Но я могу поговорить. Но могу я поговорить с тобой минутку? Поможет ли это? Чему? Кому? Хочу рассказать, что для меня значит счастье. Для меня и, возможно, только для меня счастье похоже на чашку кофе. От него хорошо. Оно дает силы. Чувствуешь, что можешь покорить мир. Но я сейчас не об этом. А о том, что в мире есть куча разных сортов кофе. И, по крайней мере, столько же разных способов его приготовления. Ты меня слушаешь? Так вот. Сортов кофе очень много. Я даже не о разных видах зерен и прочего. Знаешь, есть кофе, который продается в магазинах, в удобных банках. Их стоит только открыть, и готово. А есть немного более особенный кофе. Его создают с большим вниманием. Кофе, приготовленный в кофейнях, бариста, с красивыми улыбками. Есть даже еще более особенный кофе. Такой можно найти только в определенных местах. И при очень специфических обстоятельствах. Его можно попробовать лишь раз в жизни. Хотя и хочется, чтобы он всегда был под рукой. Но жизнь устроена иначе. Правда? Не все. Счастье длится долго. Некоторые сорта счастья вновь не попробуешь. Но в этом и фишка. Нельзя убиваться из-за чашки кофе. Любимый вкус стоит вспоминать с удовольствием. А в надежде когда-нибудь снова его попробовать. А может, даже что-то получше. Всю жизнь ты будешь искать тут совершенный вкус кофе. Но поймешь, что в мире тысячи сортов кофе. И их можно заварить тысячу разных способов. Понимаешь? Вот как я рассматриваю счастье. Но раз ты еще здесь, хочешь узнать секрет? Вряд ли у тебя получится найти его с первого раза. И в процессе поиска ты многое потеряешь. Но, на мой взгляд, лучший кофе в мире. Лучшее, возможно, счастье. Мы создаем для себя сами. Пожалуй, вот это правда. С этим я соглашусь. И мне кажется, это правильно. Надеюсь. Так, перебои. Хорошо. Она очень медленно включается. Машинка с кофе, да. Ну вот. Как раз вовремя. Давай, Джорджи. 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 Привет, ребят. Вас я тоже рад видеть. Добро пожаловать. Приятно видеть, что с вами все в порядке. Привет, Фром. Да, мы тоже испытываем огромное облегчение. В прошлый раз было страшновато. Мы проанализировали события вечера. И пришли к выводу, что они были на 31% ужасающими, на 68% отвратительными. Нам больше не хотелось уходить в такой спешке. Надеюсь, сегодняшний вечер будет поспокойней. Да, нам бы этого хотелось. Итак. В кафе Бар Хирстран принято здороваться, не так ли? Поэтому добрый вечер. И даже если в действительности выражение добрый вечер, прошло бы куда больше. Нам это кажется очень странным. Как добрый вечер используется при приветствии, а доброй ночи при прощании. Предполагается ли, что вы никогда не встречаетесь по ночам? Мы... Ведь эта теория эмпирически неверна. К примеру, мы встречаемся с тобой уже второй раз, Дитя Земли. И сейчас ночь, как и в прошлый раз. Наша стопроцентная выборка опровергается, вышеупомянутое предположение. Но, кроме того, сами понятия вечер и утро лишь незначительно... Эм... Аманда? Да, что такое? Кажется, уже какое-то время что-то сказать хочет. Прошу прощения, если ошибаюсь, Фрум. Да, все нормально, вы не пропустили чего-то важного. По правде говоря, даже не знаю, почему у наших приветствий есть... Есть что? Блин, я провтыкал. У наших приветствий есть циркадный ритм. Понятно. Полагаю, земляне заложники привычки. Они привязаны к определенным способам использования языка и зачастую не задаются вопросом, объясненным в значении слов. Да... Хорошо, что в данном случае никто не пострадал. За время пребывания на Земле я не раз становился свидетелем безумного использования языка. У это приводит куда более к болезненному эффекту. В самом деле... Мы понимаем и согласны. И мы просим прощения за то, что перебили тебя. Ничего страшного. Общаться без связи с коллективным разумом довольно тяжело. Помимо всего прочего, мы находимся в состоянии повышенной психической возбудимости. Земля кажется нам весьма любопытной планетой. Более того, необыкновенной. За время нашего пребывания здесь мы хотим впитать как можно больше информации. Мы считаем, что наши родичи, уже посещавшие Землю, вернулись с выводами довольно поверхностного характера. Нам не терпится собрать данные, которые продвинут науку об изучении Земли. Наше возвращение будет триумфальным. Разумеется, мы посещаем себя этому делу не ради славы. Но все же нас радует мысль о том, что наш труд оценят по достоинству. Так значит, вы ученые? Да, это подходящий эквивалент того, кем мы являемся. Мы специализируемся на сборе данных и анализе плохо изученных территорий. Впечатляет. О, сдобит. Настоящая скука по сравнению с миссией нашего родича. Сильвер, исследователь и искатель приключений. Он достойен уважения. Его миссия по поиску потенциального партнера наверняка важна. Невероятно важна. Значит, партнер все еще потенциальный. Пока никаких продвижений на этом фронте. Я бы не сказал. Интригующе. Ты так профессионально ко всему подходишь. Редко задаешь прямые вопросы. А как по мне, тебе хочется немного посплетничать, да? Сплетничать это как? Сплетничать значит делиться информацией о том, что происходит в жизни других. А, понимаем. То есть сплетни это данные об отдельных существах? Да, вроде того. Мы обожаем сплетничать. Разве это плохо? Вовсе нет. Я с радостью послушаю, что вы мне расскажете. Давайте я сначала приготовлю вам напитки. Мы должны тщательно пройти к выбору напитков. Предлагаем родичу сделать заказ первым. Сильвер определился. Там у меня есть одна идея. Ты собираешься поделиться новым интересным рецептом? Ведь ты сам теперь бариста. Бариста? Каким образом? Да, ты про кофе. Про кафе. Да, ты говорил, что собираешься открыть кафе, помнишь? Да, кажется. Ну, я пока не занимаюсь меню напитков. Тоже интригует. Клянусь, я ничего не утаиваю. Просто все сложно. А пока начнем с напитка. А потом я постараюсь тебе объяснить. Отличный план. Тогда сегодня я бы хотел что-нибудь простого. Помнишь первый напиток, который я заказал, когда пришел сюда несколько лет назад? Кажется, что-то с кофе. Да, кофейный напиток. Кажется, очень горький. Горький и терпкий. Да, да, точно. Горький и терпкий кофейный напиток. Терпкий. Я сейчас пытаюсь, что значит терпкий. Я тут с пряным кое-как разобрался. Кофе. Горький. И терпкий. Я не знаю. Попробуем. Чахет рук. Твой напиток на основе кофе, как ты и просил. Пахнет чудесным. О, это не совсем тот напиток, который я имел в виду. В самом деле. Ну, я открыл, типа, этот кофейный напиток. Но я не знаю тогда, что в том понимании терпкий. Ничего страшного. Не переживай. Я все равно его допью. Родич, мы хотели спросить. Как ты выбрал именно эту внешность землянина посреди прочих? Согласно нашим наблюдениям, землянины бывают самыми разными. Количество комбинаций практически бесконечно. Ты воспользовался алгоритмом случайной генерации? О, нет. Это вовсе не было случайностью. Даже если поначалу это было осознанным процессом, я выбрал эту внешность, потому что она оказалась мне близка. Да, в период, когда я начал ходить в эту кофейню, мне было сложно понять этот мир и его правила. Но даже тогда я уже мог сказать, что мне, что мне нравится. Что казалось мне знакомым. Например, глаза Хайда всегда видящие суть. Или одежда Галы, означающая доброту и доверие. Я ненароком позаимствовал у них эти черты. Ты ими вдохновился. Да, наше вид способен на подобное. Но мне пришлось отказаться от одежды в стиле Галы. Слишком большая ответственность. Меня постоянно останавливали, чтобы спросить медицинского совета. Понимаю, как это могло бы стать проблематично. Да, но затем я открыл для себя вымышленную вселенную, в которой все события происходят меж звезд. Так что я выбрал одежду, которая подражала тому, что носит герой той вселенной. И в какой-то момент все сошлось. Однажды утром я посмотрел в зеркало и понял, что вот он я. Мой внешний вид отражал мое внутреннее состояние. Я ощутил умиротворение. Хорошо, что не умер от варенья. Так что хоть я выгляжу иначе, чем при нашей первой встрече, и успел много узнать об этом мире, я стал чуть лучше, чуть старше. Многим чувствую себя все тем же. Тем же, но другим. Да, тем же, но другим. Мы тебя понимаем. Я тоже. О, это Лорел? Нет, это Перл. От Мидж по прежнему никаких новостей. Мы считаем, что она с вероятностью 84% от тебя отбегает. В смысле, она меня избегает? Отбегает в том смысле, что тебе кажется, что она все еще неподалеку. Но на самом деле, она уже довольно далеко. Нам казалось, что мы настроились с Мидж на одну волну. Но мы ошиблись. Что пишет Перл? Что у нее намечается выходной, если хочу встретиться? О, Сильвер? Похоже, дела и правда идут очень хорошо. Думаю, самое время немного тебе об этом рассказать. Ну что ж, сначала мы бы хотели сделать заказ. Правильно. О, конечно, извиняюсь. Заказываем он так. Переносим извини, машина сегодня работает с перебоями. Мы дадим знать, как только она снова заработает. Либо поэт на землю так мастерски владеет искусством приготовления напитков, но при этом у них вечно что-то идет не так. Это планеты противоречий. Вот уж точно. Прошу, родич, продолжай. Да, да, и так. Я обратился к команде с просьбой помочь мне разобраться с онлайн-частью онлайн-знакомств. И дела идут хорошо. Как правило. Несколько небольших проблем тоже было. Земляне странные. Онлайн-знакомства как раз это подчеркивают, да. Земляне проявляют интерес. Но когда я их приветствую, они не отвечают. В реальной жизни обычное приветствие в начале 99% разговоров. Но онлайн большую популярность имеют остроумные фразы и выражения с сексуальным подтекстом. Однако, если первое сообщение чересчур грязное, это считается неприемлемым. Грязное? Да, потенциальные партнеры иногда обмениваются фотографиями своих грязных рогов. Так бывает? О да. После хотя бы короткого разговора это было бы допустимо. Если настроение подходящее меня спросит первым, я скорее всего соглашусь. Рога бывают очень симпатичными, но довольно странно, когда это первый шаг. Но когда-то об этом... Но когда... Но когда до этого мы не обменялись ни единым словом, представляю. И иногда бывает, что земляне проявляют интерес. Но прочитав шутку, которая статистически вызовет смеют в 99% случаев, они присылают в ответ грустные смайлики и добавляют тебя в черный список. А у кого шутка вызывает смех в 99% случаев? У вас? Да. К счастью, у нас знакомство подчиняется закону больших чисел, а он благоприятствует настойчивости. Мы терпеливы. Аманда проводит в предложении много времени и затем начинает приносить плоды. У меня уже состоялось несколько бесед с очень приятными людьми. Особенно мне нравится Перл. Мы предпочитаем Лорел. Черты ее лица более асимметричны. Но кажется, Сильвера дает предпочтение асимметричной землянке. Просто у меня создалось впечатление, что она славная. Она работает директором по коммуникациям и удовлетворительной организации, которая помогает бездомным. Ты пока это выговоришь, уже чеканешься. Она сильно заботится о других людях и, кажется, не получает подобной заботы в ответ. Но у нее отличное чувство юмора. Она любознательная, ее улыбка. Хорошо, остановись. Мы чувствуем, как у тебя кипят гормоны. Так это с ней ты собираешься на свидание? Надеюсь, оно состоится. Ты выбрал день и время для свидания? Нет. Это касается другой темы. Прошу меня извините. Ну-ка, команда вам нравится на земле? Или нет? Нам здесь нравится. Нам очевидны ограничения этой планеты. В каком смысле? Мы коллективный разум. Коллективный разум безграничен. Мы разделяем все мысли и желания друг друга. Нам легко устанавливать связи. Мы рождены соединенными. Но земляне осторожны. Они способны испытывать сложные эмоции. У них нет возможности с уверенностью сказать, что чувствуют другие. Из-за этого они боятся осуждений и душевной боли. Должна быть глубокая связь, достижимая для них лишь сквозь сложности и страдания. Ведь сперва они должны себя преодолеть. Мы бы не смогли так жить. Вы сказали, что соцсети похожи на коллективный разум. Похожи, но в измененной форме. Связи с истинным коллективным разумом невозможны без честности и прямоты, а также желания по-настоящему понимать других. Ясно. Как думаете, вы смогли бы адаптироваться к новым условиям, как это получилось у Сильвера? Сильвер другой. Даже когда он был частью нас, мы чувствовали, что его взгляды обращены вовне. Поэтому он стал столь выдающимся исследователем. И поэтому он приложил усилия, чтобы узнать больше о нормах поведения землян. Он стремился не просто понимать. Он стремился стать частью того, что вокруг. Мы не похожи на него. Поиск знаний о том, что отличает отлично от нас, вызывает у нас удовольствие. Но получив эти знания, мы успокаиваемся. Когда мы отрываем новые и возвращаемся, обладая этими знаниями, мы счастливы. Любопытно. Похоже, мы все-таки переняли некоторые земные привычки. Хорошо, что существует... Что? Считывание данных скоро пройдет к завершению. А Сильвер вот-вот сходит на свидание. Похоже на то. Команда, нам пора. Что? Опять? Не сообщили плохие новости. Агент. Поздно. Прячемся за стойкой. Скорее. Добрый вечер, господин агент. Просим извинения, но машины сегодня работают с перебоями. В настоящее время мы не подаем напитки. Прекрасно известно, что я здесь не за напитками. Мне бы не очень хотелось впутывать в это дело посторонних гражданских. О, вы обо мне? Извините, но вы бы не могли отложить свой визит на другой вечер? Я еще не допил напиток, и на улице как будто опять дождь. Что ж, кое с чем необходимо разобраться прямо сейчас. Бористо, вы не находили именной пропуск? Именной пропуск? Нет, не припоминаю. Что же, в моих глазах вы не заслуживаете доверия. Так что я, пожалуй, осмотрюсь, если вы не против. Может, удостоверение упало за стойку? Давайте я сначала проверю ящики для находок. Скажите, это то, что вы ищете? Похоже, на важный пропуск будет шелест, если он потеряется. Надо же, просто поразительно. Значит, оно все же было здесь. Похоже, мои подозрения хотя бы частично подтвердились. Всего лишь ли невинная ошибка? Причем совершить очередную невинную ошибку. Хочу вам напомнить, что я хорош в своем деле. Кажется, вы занимаетесь чем-то впечатляющим. А что конкретно вы делаете? Ищем инопланетных нелегалов и депортируем их. Хайт добавил сториз. Дорогуша, я окажусь у тебя за спиной быстрее, чем ты успеешь моргнуть. К чему мне пропуск в здание? Чего? Поэтому я захожу сюда уже в который раз. Нам постоянно поступают звонки, что рядом с этой кофейной болтаются инопланетяне. Кстати говоря, юноша, замечали ли вы что-нибудь необычное? Да нет, я не так сейчас сюда захожу. Но мне здесь это очень нравится. Гала, зачем ты угрожаешь людям в Томодачил? Ха. Вы уверены, что поступающие вам звонки это не часть розыгрыша? Кажется, много кто из моих сверстников так развлекается. В интернете такие ролики собирают кучу просмотров. Может и так, но все же я должен провести полноценное расследование, иначе не сносить мне головы. Не хочу расстраивать начальство. Теперь я начинаю думать, что было бы, если бы я отдал пропуски инопланетянам? Что бы они сделали с этой организацией? Но вы же не можете слишком долго идти по ложному следу? Наверняка начальство и так оценит ваши старания. Сомневаюсь. Ситуация с инопланетянами не дает мне покоя. Не дает им покоя, извиняюсь. Не дает покоя, разве это такая большая проблема? Настоль необычная личность нарушает общественное спокойствие. Простые люди не знают, чего от них ожидать, понимаете? Граждане тревожатся. Понятно. Хотя лично мне кажется, что инопланетяне на виду не представляют большой опасности. По крайней мере, их не так сложно заметить и поймать. А вот инопланетяне, которые пытаются выдать себя за землян, это другой разговор. Почему? Во-первых, это только вызывает путаницу. Как бы они не пытались выглядеть, как земляне, они все-таки родились инопланетянами, и инопланетянами останутся. Только вот после трансформации они уже на инопланетян не похожи. Что это вообще такое? Как-то остановить? А вдруг земляне захотят стать похожими на инопланетян? Теба перевернулась вверх дном. Правда. Как бы там ни было, руководство настаивает, чтобы я их выискивал. В итоге это только осложняет мою работу. Я провожу столько времени, пытаюсь их найти. Жаль, что обычные инопланетяне в скафандрах такая редкость. Но вы, главное, не переживайте. Мы в Федеральном бюро ставим безопасность граждан на первое место. Понятно. И как именно вы их выискиваете? Да легко. Если у меня возникает подозрение, я прошу их предъявить удостоверение личности, а дальше уже и так понятно. Ясно. Мне вот интересно. Заранее извиняюсь, если вопрос неуместный. Вечно я ляпаю всякие глупости. Ничего страшного. Как говорится, за спрос не бьют. Тогда скажите, что именно так отличает инопланетян? В городе жит много разных людей. У всех свой характер, своя внешность. За все мои прогулки по Сиэтлу я ни разу не встречал двух одинаковых людей. Мне это радует, скажу честно. Так что, если кто-то приезжает действительно издалека, но в душе он чувствует себя землянином, действительно он будет отличаться от жителей большого города? Чем сами они отличаются друг... Больше, чем сами они отличаются друг от друга. Сколько раз я сегодня уже сюда заглядываю? Или это пришелец? Просто еще один на вид землянина? Так. Просто так. Хайт с Галой переписывается. Не менее прекрасно, чем остальные. Знаете что? Собственно говоря, я не знаю, да и меня это не особо волнует. Я просто стараюсь добросовестно выполнять работу. Вижу, вам есть что сказать? Я просто... У вас случаем нет друзей-пришельцев? Это совершенно... В курсе, что укрывательство нелегалов это преступление? Я... Ох... Блин. Лукасы. Размышления вслух. В последнее время много что происходит, я пытаюсь это все превратить в ссорь, если вышло не очень. А, пытаюсь это все переварить, а если вышло не очень. Что это было? Машинка заработала. Кофе-машина. Кажется, она наконец перезагрузилась. Какое облегчение. Да-да, с каждой минутой у меня все больше подозрений. Отойдите, я проведу обыск. Мяу. Что за черт? Если не ошибаюсь, это местный котик. Он уже к нам заглядывал. Наверное, прячется от своего уличного соперника. Какой милый. И не имеет абсолютно никакого отношения к текущему. Зараза. Это ложные дела в другой части города. Ну, если вы думаете, что я оставлю вас в покое... Вы глубоко ошибаетесь. Скоро с вами свяжусь. Силлер, тебя трясет. Все нормально. Аманда, кажется, можно выходить. Котик спит. Что ж, мы считаем, произошедшее было на 100% отвратительным. На самом деле, на 40% отвратительным, на 20% ужасающим и на 38% захватывающим 39%. Прошу прощения, это все нервы. Мы искренне сожалеем о случившемся. Во, в этом нет твоей вины. Но стоит ли тебе здесь задерживаться? Считывая, что агент скоро, скорее всего, вернется. Нет. У меня получилось на время его отвлечь. Серьезно? Хотя котик появился очень кстати. Он не позволил нам выиграть несколько драгоценных минут. Что ты за землянин? Понимаем. Вы говорите по-кошачьей? Довольно ясно понимаем намерения этого землянина. Он ясно его выражает. Он хочет отдохнуть и побыть в одиночестве. Мне... Что там, не по себе. Машина снова заработала? Да, действительно. Тогда приготовьте нам напиток и Сильверу тоже. Один и тот же, пожалуйста. Главное, чтобы он был горячим, успокаивающим и... Родич, есть пожелания? Сейчас бы чего-нибудь сладкого. Не отказался бы от очень сладкого, горячего, успокаивающего напитка. Как я тебе сделаю успокаивающий? Очень сладкий, горячий. Освежающий. Освежающий. Очень сладкий. Там с медом, наверное, придется делать. Синий чай. Мед. Мед. Давай попробуем. Синий чай с медом. Держи в этой чашке сладости хоть отбавляй. Просто потрясающе. Спасибо. Такое я люблю. Разве получилось не слишком густо? Кажется, вязкость одной порции близка к десяти тысячам. Нам нравится, что этот напиток отличается от того, который вы приготовили в прошлый раз. Сильвер, я под впечатлением. Ты здорово научился сохранить твой спокойствие в сложных ситуациях. Хотя я и понимаю, что ты бы предпочел вообще в них не попадать. Да, я бы однозначно хотел в них не попадать. Но я все равно должен к ним привыкнуть. Да. Но он и вправду о чем-то подозревал. Но это еще полбеды. В каком смысле? Помни, если я говорил, что хочу открыть кафе? Да. Так вот. Оно не похоже на эту кофейню. На самом деле, это и не кафе вовсе. Уже несколько месяцев мое кафе база операций. СИИП. СИИП. Сообщество инопланетян и прочих пришельцев. Ого. Знаю. Это безответственно... Нет. Отличная идея. Ты куда предприимчивее, чем оказалось. Даже... Не знаю. Но теперь ты понимаешь, почему мне пришлось научиться сохранить спокойствие. Как ты говоришь. Сейчас на меня никто... Сейчас на меня много кто рассчитывает. Те, кто только-только прибыли на Землю и до сих пор растерянны и испуганы. Те, кто же изменили внешность, стали похожи на Земля, но теперь пытаются слиться с окружающими. Те, кто пытаются понять, как здесь жить. И как понять себя. Для всех них это просто экзистенциально... Вопрос экзистенциального порядка. Не всем комфортно жить с коллективным разумом. Мне точно не было комфортно. Без обида, Манда. Мы не обижаемся. Мы всегда знали, что ты отличаешься от нас. Для нас это не имеет значения. Ты наш родич. Будь ты частью нашего разума или землянином. Манда, я очень тебя люблю. Что такое любовь? Думаю, об этом лучше поговорить в другой раз. Я завтра объясню, хорошо? После, как мы с тобой отдохнем. Я тебя понимаю. Не сомневаюсь. Что-то я подустал. Ты не против, если мы уже пойдем? Конечно, нет. Наши запасы энергии истощены на 98%. Сильвер. Могу чем-нибудь помочь? Думаю, что нет. Но спасибо за предложение, правда. Тебя во всем этом отведена особая роль. Ты от личности справляешься. Спасибо за добрые слова. Что ж, тогда доброй ночи вам. Надеюсь, скоро снова вас увидите. Здесь вам всегда рады. Нам и другим, и многим другим мы знаем, и мы благодарны. Доброй ночи. Я бы пожелал доброй ночи коту, но он, кажется, не нуждается в моих пожеланиях. Доброй ночи. Ну вот, теперь мы можем сказать доброй ночи. Мы считаем, что это довольно странно, ведь... Давай продолжим по дороге? Хорошо. Я хочу, чтобы этот кот остался жить у меня. Ну и внучка. Гораздо оживленнее, чем ожидалось. Мне кажется, у нас появился новый четырехногий друг. Интересно, что ты здесь делаешь, малыш? Разве у тебя нет дома? Извини, я не хотел тебя разбудить. Дай ему молока. Позволишь мне закрыться? Эх, Сильвер. У меня большая честь быть родочем такой личности, как ты. Что ж. Мятный чай Галактика. Посмотри, как в чашке формируется туманность, когда в нее добавляешь лимон. Волшебный освежающий напиток. Про мятный... Мятный чай Галактика. Это синий чай с мятой и лимоном получается. Это прикольно. Ладно, ребятушки, тогда на этом будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем молодушек. Всем покеда. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»